Продолжаем тему о великом и могучем, в моем случае в кавычках, русском языке, который я пытаюсь назвать бестолковым языком. В этом ролике мы поговорим о женских профессиях. Эту тему подбросил мне подписчик, за что я ему очень благодарен. Итак, давайте просто рассуждать. Великий и могучий язык. Ну, что заложено в этих словах? Великий – это, конечно же, большой, а могучий – это значит сильный, мощный, язык, который всегда найдет какое-то подходящее слово. В основном именно с этой мыслью живет большинство русских людей. Вот мне в школе на уроках русского языка учительница внушала такую мысль, что это самый лучший язык на Земле, что все мечтают говорить по-русски, но они не могут, так как у них не хватает мозгов, а вам, дескать, дано просто в награду с рождения это замечательное право говорить на языке Пушкина. Я уже тогда хотел говорить на языке Шекспира, но моей учительнице, конечно, это было не понять, поэтому я даже не пытался с ней спорить. Когда я вырос, то столкнулся с такой интересной информацией. Читаем в интернете. Большой академический словарь насчитывает 131257 слов. Словарь Даля – более 200 тысяч слов. Запомнили цифру? Даже по самым-самым крупным подсчетам – это 200 тысяч слов. В то же время в английском языке. Только не падайте сейчас прямо сразу. 1 миллион 297 тысяч 901 слова. Один миллион, господа. Причем, согласно статистике, новое слово в английском языке появляется каждые 98 минут. В день 14 с половиной слов. При этом это универсальный язык. Для нормального владения и пользования языком достаточно всего двух тысяч слов. То есть, понимаете, чтобы спокойно чувствовать себя в стране, две тысячи слов хватает. И при этом у вас остается еще целая жизнь для изучения полтора миллиона английских слов и перфектного владения этим языком. Что же с немецким языком? Он, конечно, чуть-чуть беднее английского, но, тем не менее, в два раза богаче русского. Итак, немецких слов практически 400 тысяч 957. То есть, почти 500 тысяч слов. Вот ответьте мне после всей этой информации, откуда же взялось это расхожее понятие «великий язык». «Великий с какой, простите, стороны» или, скажем так, «великий по сравнению с кем?» С какой-нибудь Африканской республикой или, может быть, с каким-нибудь албанским языком, болгарским. Ничего не имею против этих народов. Но вот интересно узнать, как у них там. Может быть, у них тоже там всего каких-то 100-200 тысяч слов. Хорошо, оставим этот вопрос. Давайте вернемся к понятию «могучий». «Могучий» – это который всегда найдет нужное слово. Это именно та тема, которую я сегодня хочу разобрать. Что же это за такой «могучий» язык, в котором не нашлось слов, например, для женских профессий? Или еще того хуже, для некоторых профессий или обозначений женского пола слова нашлись, но они, как и положено бестолковому языку, абсолютно не имеют никакой системы. Вот я вам сейчас приведу примеры из иностранного ада, из того самого словесного ада, в который опускаются некоторые иностранцы, изучающие русский язык. Только подумайте, с чем они сталкиваются. Вот как по-русски будет врач женского пола? Есть такое расхожее, не очень культурное или не очень уважительное объяснение, например, врачиха. Ну, разве можете вы в документах написать «врачиха Марии Ивановны Петровой»? Конечно же, нет. Врачиха будет сказана за спиной и то потихоньку, чтобы она, не дай бог, не услышала. А как обстоит дело, например, со словом «судья»? Она как? Судиха? Судится? Кто? Судья женского рода. Как ее назвать? Например, такое слово «инженер». Вот у него просто, вообще нет никаких вариантов. Далее слово «бухгалтер». Сколько вы встречали мужчин-бухгалтеров? Ну, может быть, десяток. В основном это женщины. Но вот на слово «бухгалтер» тоже нет женского обозначения. Бухгалтериха? Бухгалтерица? Кто она? Бухгалтер женского рода. Ну, нужно сразу сказать, что это немецкое слово «буххальтер», что значит «держащий книгу». То человек, который издревле записывал цифры сбора налогов. Вот он и назывался «бухгалтер». При этом мне кто-нибудь возразит. Ну нет, ну не совсем все так плохо. Все-таки кое-где женский пол обозначается. Ну, например, немец – немка, француз – француженка, казах – казашка, итальянец – итальянка и так далее. Значит, в каких-то сферах все-таки обозначение женского пола нашлось. Ну, вот этим самым суффиксом «ка». Здесь иностранцу просто придется запомнить. В некоторых случаях это последний суффикс «ка». Иностранец спросит. Ну, а как же насчет вот этой «врачиха»? Можно ли вот этот суффикс «ха» применять к другим профессиям? Нет-нет, скажет русский, конечно же нет. Это, знаете ли, такая оскорбительная приставка. Хотя, если он немножко подумает, то скажет. Хм, а вот «повариха» звучит нормально. Или, например, «ткачиха» звучит тоже нормально. Значит, как нужно объяснить иностранцу, что «повариха» и «ткачиха» – это хорошо, обозначение женских профессий, а вот «врачиха» – это плохо? Существуют еще такие профессии, например, «учительница», «художница», «писательница». Замечательно, красиво, с уважением. Это иностранец запомнит и тут же сообразит. Ну, тогда я могу сказать «врачица» или «судица», раз этот суффикс «ца» обозначает что-то хорошее, и это не оскорбляет женщин, почему бы не представить его ко всем остальным профессиям? Нет, скажет русский человек, не в каждом случае. Вот, например, есть кондитер, то женщина женского пола кондитер, которых большинство, кстати, в этой профессии, будет называться «кондитерша» или «кондукторша», та, которая проверяет билеты в транспорте. Ага, скажет иностранец, «кондитерша», «кондукторша». Хорошо, значит, та же, которая проверяет билеты, но только в поезде, будет. Давайте-ка подумаем. «Проводник», «проводникорша». Нет, скажет опять русский «нет», «проводник женского пола будет проводница». Или все-таки проводник. Вот даже я владею русским языком и то в этом вопросе затрудняюсь. Представьте себе, какая неразрешимая задача стоит перед иностранцем. Во-первых, наполовину профессии просто вообще не существует женского обозначения. Ты не знаешь, сказать тебе сейчас «врачиха» или «врачушница» или «врачилка». А почему учительница, а, например, не училка, писательница, не писалка? Это было бы логично. Почему «повари ха», а не «повариться» или «не поварика», например? Ну, где здесь логика? Я скажу очень просто. Никакой логики здесь нет. Просто одно слово как бы «звучит» в русском понятии, а другое слово как бы «не звучит». Вот это та же самая история, на которую мне указывали в последнем ролике. Нельзя говорить слово «ложит», нужно говорить «класть». Все прекрасно знают, что есть слово «положить». Но вот «ложит» нельзя говорить. «Положить» есть, а «ложить» сказать нельзя. Нужно сказать «класть». Почему? Да плохо звучит, скажут тебе. Но «покласть» звучит не очень хорошо. «Положить» лучше. При этом он не ложит газету на стол, а кладет. Почему? Задаете вы вопрос. Да звучит это лучше. Вот объясните иностранцу, в чем разница в этом самом лучшем звучании, если глагол «положить» существует. Та же самая история с врачихой, поварихой, кондукторшей, водительница, писательница, танцовщица. В общем, голову сломаешь. А в немецком языке, скажу я вам, все просто. Вообще, все гениальное всегда просто. Помните об этом. Для того, чтобы в немецком языке обозначить любой род женской деятельности, профессию или такое понятие, как спортсмен, спортсменка и прочее, да и национальности во всех случаях, без малейшего исключения, вам нужно просто запомнить суффикс «ин» и приставлять его к любому слову. «Арст» – по-немецки «врач», соответственно, врач женского рода «Эрстин». «Рихтер» – по-немецки «судья», судья женского рода «Рихтерин». «Лера» – учитель. Вы уже догадались, учительница «Лерерин». Дальше «Инженер» и женского рода «Инженерин». «Шаушпилер» – артист «Шаушпилерин». Посмотрим на национальности. «Итальяна» – итальяна «Инженерин». «Французе» – французин. «Посе» – осын. «Грихер» – грихин. «Чинезе» – чинезин. «Япана» – япановин. То есть, все просто. Национальность, профессия, род занятости. Если этим занимается женщина, вы смело добавляете суффикс «ин» и на этом точка. Это звучит уважительно, это звучит грамотно и это звучит нормально. Вам не нужно ломать себе голову. Так какой же я должен поставить суффикс? «Ха», «Шу», «Шин», «Чи», «Ца»? Или, например, в случае «Актер» появляется еще один вариант «Актриса». Ко всем остальным еще и суффикс «ца». Вот и разберись, где оно на самом деле будет сказано правильно. И все это, представьте себе, заносится в головы маленьких русских детей. Это слышится хорошо, это слышится плохо. Вот врач – это нормально, а врачиха – это оскорбительно. А как сказать уважительно, я не знаю, но это не важно. Все равно мой язык великий и могучий. Пока.